Например, опять же, это в качестве такого бреда, да, сумасшедшего, то есть аппарата в центр, рейзер на легкую, Night Stalker, Task, например, в качестве двух суппортов могут отработать, то по идее даже будет все. Они даже не так могут поставить, они могут поставить аппарата в middle, Разора Сталкера, Разор Байвитя на топ, плюс Сталкер, ну, наверх просто пойдут, плюс Task, плюс кто-то вниз, такие 2 четверки, Таск и Сталкер будут защищать. Ну, так я вот говорил, то есть, что еще возможно остается слот для третьей позиции, вот к этому я говорил. Да, ну, я думаю, здесь все-таки Сталкер пойдет, это Витя будет играть на Сталкере. А я бы, например, какую-нибудь легионочку сейчас увидел бы, я бы радовался от нами. Легионку. И с паучками бороться можно. Ну, здесь очень трудно, здесь в Omni Night, потому что если легионка будет прыгать, там будет сразу подхил, сразу Га, и легионка, считай, она как герой, будет выбывать. Поэтому легионка, не знаю, Разор и легионка, два героя, которые с руки бьют. Ну, а под аппаратом, например, легионка, да, то есть там дуэль, зафиксировать противника и ультимейт аппарата, какая-то комбинация. Нет, это да, это красиво, это работает все, но я думаю, какой-то более семи, в общем, герой с магическим заклинанием еще должен быть. Что-то опять может быть из серии Крас Луны, но Луна в бане. Ну, прототип Луны. Осталось 10 секунд. Так, у нас вопрос, кто играет на Брудмазер и куда, соответственно, этот Брудмазер пойдет команда Вайц. Но очевидно, я думаю, что Omni Night все-таки будет работать в качестве оффленера. Здесь Winter, Verna, Никса должны быть саппортами и, по идее, еще один кор-герой нужен. Особо своих карт на Ави здесь не раскрыли, потому что вот даже мы тут прикинули пару вариантов, как они могут расставить своих персонажей. Не упомянули только, наверное, самый стандартный, при которых аппарат и Task 2 саппорта, Razer на легкой, Night Stalker оффленера еще мидера не хватает. Вайпер, вайпер, вайпер. Вайпер это на первую позицию пойдет, походу, да? Или Брудмазер, да. Брудмазер в миддл, скорее всего. Омник в оффлене, вайпер. Или Брудмазер на легкую линию, Омник в оффлене. Кстати, тоже, вот вполне возможно. Мне, кстати, нравится такой вот расклад и вайперы. Или нет, все-таки, мне кажется, БМ в миде будет ставить Брудмазер. Ну, я думаю, что от героя с центра, от нами зависит сейчас. То есть, если возьмут конкретно характерного героя, который Бруду контрит на линии, тогда они Бруду спрячут на легкую. Если же будет нормальный простецкий аппарат какой-нибудь, то можно и Бруду поставить в центр. Если будет Razer, в принципе, тоже Бруду можно в центр поставить. Хотя, ну, она ведь тяжелый выбор, на самом деле. Потому что, не знаю, сейчас, куда Розору выпихать и что на миддл ставить. Вообще, по идее, Розору лучше против вайпер на миддл отправлять. Сэф. Ну, да. Это на миддл, это Сэф байдэнди. Ну что. Нет, Кристаллайз все-таки играет на Розоре. Санейка... Ну да. Таск у нас в оффлене будет байвитя. М-м-м, от оффленовый Таск все-таки. Байгенерал, да, этот вот Таск там будет стоять. Ой, здорово, мой сетик какой красивый, черный. А на них стоишь, да? Я всегда радуюсь, когда вижу свой сет. Да, вот варианты с оффлене Таском, что-то как это даже не рассмотрел. Думал, что все-таки Найт Сталкер будет позиционировать себя как герой третьей позиции. Ну, окей. Видите, сейчас покажет, что Таск должен быть не просто героем, который сейвит своим сноуболом какой-то критической ситуации и зажимает айшарками, но при этом еще артефакт, который должен хоть какие-то шмотки иметь, какой-то фарм. Ну да, Таск он такой персонаж, который именно в середине игры, он больше дэмэджа наносит, чем Сталкер. Сталкер он такой более периодический, он с коротким кулдауном на нюк, да, может очень много дэмэджа наносить, там ночью бегать, рубить. А Таск, он просто в тебя вкатывается и моментально тебя убивает, если он большого левела. Ну, какого-нибудь там суппорта, да, вот того же самого аппарата, он просто стирает там под медальку и так далее. Поэтому Таск он более силен. Да, там Сталкер где-то в лейте может быть поселен за счет своих как раз таки способностей на 20-м и 25-м уровне. Да, и на 15-м, да, тоже у него 15 к силе, потом 50 к урону, и там на 25-м вообще есть 140 скорости ночью к Hunt in the Night. Ну, просто считаю театром 2,5 гиперстоуна халявных. Вот это много. Много и Сталкер там при каком-то башере может нормально расставать. Считал сейчас прибавку к урону на Найт Сталкер, я как-то вспомнил последний апдейт, и я немножко ужаснулся, когда увидел цифру 75 на таланте у Даззла, плюс дэмэдж на 10-м уровне. Ну, с 60-м до 75-м. Ну, это вообще же, на 10-м уровне 75 урона. Я просто жду, когда команды начнут просто пикать этого Даззла на керри позицию. Я же в меди периодически люблю на нем поиграть, он очень жесткий. Ну, вот со старым, со старым Пойзоном. В принципе, новый тоже неплохо. Ну, это сильно, конечно. 75 урона просто. Даже, наверное, круче. Новый просто Пойзон в миде, он линию пушит, мне этот не нравится. Старый Пойзона просто отгоняет. Он для Винтера дальше важен. Так, у нас таких столкновений здесь не было. Хотя, вот, возможно, снизу что-то. Пытается сделать сейчас. Три персонажа, на самом деле, он сейчас встрянет здесь. Да, его он ни Найт бить не сможет, но ему второй сейчас встан влепетник с Ассасин через какое-то определенное время. На Ассамблея Рейза он просто очень... Ну да, тут будет Кристалл Эйз, конечно, погорячился. Идя за этой руной. А он ее взял в итоге? Он даже ее и не взял. Да, забрал руну у нас Массакр. Умники. Да, Умник в итоге две баунти-руны сейчас возьмет. И у него есть ассист за этот феррозбат. Опять же, неплохо начинают Вайтс. Вот, как и в предыдущей карте, мы это подмечали. Ребята знают, что делать на стадии лейтинга. Возможно, и будут сейчас бегать и доминировать. Возможно, опять же. Ну и бы потом мидгейм свой поставить. Рейзер, кстати, тоже фиксанули. Им стадии клинк сделали чуть побольше кулдауна. У него на первом теперь... Не помню, как там на втором. По-моему, по 4 секунды там отнимается. Но на первом у него было 32 секунды кулдауна. А сейчас 40 на стадии клинк. Да, это решает на стадии лейтинга. На миде. Выход. Такого вопрос. Подкапывают Найт Сталкер. Все-таки его решили взять. Герой плотный. Напоминаю, есть сапог. Здесь его не так просто. Он разворачивается на этот воин. А теперь все-таки осилили его, наконец, сделали фраг. Второй фраг. Опять 2-0. Опять хорошее начало. Опять стадия лейтинга. Очень хорошо у нас начинают ребята из команды Вайтс. Ну, как, говорит, они, конечно, умеют. Вот, вот, быть агрессивными, быть активными под вышками противника. Это вот их стезя. Снова подкоп. На этот раз на аппарат. Но продолжения никого не было. Надо дождаться, когда будет Артик Бёрн у Винтера Верны. Да, 25 секунд еще. Два дракона в центре. Шэдов Финт пытается с ними справиться. Ну, 4 на 3. Крипстат, конечно, самое важное, это не отдать ни в коем случае своего героя с центра. СФ. И нужно оберегать. Это понимает прекрасно Нави. И вот уже видим и Роджер, и Санейка. Они просто занимаются опекунством. Таким образом ставят под вышкой и не дают его убить. Что на топе у нас? Таск против пруды получается. Да, у Таска еще почему его поставили в оффлейн? У него как раз эти шарды. Они ауешные. И он может паучков убивать очень много. Он, как раз, макси, скорее всего, их тут будет. Вот. Сейчас возьмет себе Соларинку. Ой, пропустил я еще один килл. Извиняюсь, пожалуйста. Пропустил килл. Это я должен извиняться. Камера от меня идет. Люди... Это я людям не показываю фраги. Вот. Ну, ладно. Только один пропустил в этот раз. Ничего страшного. Аппаратик убили. Да, это очередной фраг от команды Вайдс. И 3-0. Но мы идем к отметке 6-11, насколько я понимаю. И там уже тот самый момент истины, где должны будут навися, видимо, показать и взять в руки. Но пока фит небольшой продолжается. Слалаясь на легкой, мы видим. Стоит на... 9 на 2 у него крипстат. Что у него оппонента. Но он не на это здесь 9 на 6. Но он не на это хорошо. Спину сейчас выходить будет. Он видит, 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 по идее. Ну, пока нет. Не должно быть. Ну, вот под вардом. Артик Берден открутился, да. На миде Денди забирают у нас Вайпера. Ну и снизу должна быть смерть Кристаллайза. Я не знаю, как он будет отсюда уходить. Даст этот клинк, конечно, получается. Флинтер Бласт, замедление под коп. И телепорт его тоже не спасет. У него даже нету. Стихий еще есть. Стихий хилка, может, как-то, не знаю. Танго съесть. Будет пытаться. Может, Танго съесть под хил. Ну, вот Танго бы съесть, да? В начале самом. Но все равно нет. Все равно нет. Я не верил в его уход отсюда. Ну, хилку потратил в итоге. 4-1 счет становится у нас тем временем. Идем. Идем к той самой отметке 6-1. К этому человеку. Подожди, подожди. Сейчас Витя выйдет. А, ну да, да, да. Мы ждем Витя. Он выйдет с оффлейной и пойдет убивать. Ему реально левел нужен. Там 6-й, 7-й получит. Он пойдет щелкать героев. Да, это, конечно, не Тинни. Но на тоски тоже можно делать. Фраги тоже. На тоски тоже больно делают. Да. Пытается с паучками как-то справиться, конечно, с каждым разом тяжелее сделать. Он много забирает, на самом деле, пауков, зарядок, сейлер его фидит. Там, потому что по 2 паучка и так далее. Он там 16 голдушечки, еще 16 голдушечки. И денежек так нормально прибавляется. Ну вот соло-ринг у него скоро появится. Конечно, с манной проблем вообще не будет никаких. Купил себе боттл. Ну, боттл мы понимаем для чего. Потому что он будет перемещаться по карте. Опять. Подкоп неудачный. Нет, мисс. На разворте Роджер. Замедлил Никса. Будет ли какой-нибудь опасный Shadow Race? Shadow Race пока нет. Может быть, по Вайперу? Да, из Shards, отлично. Вайперу перекрыли проход. Раскоснул из SF, отошел подальше, чтобы не погибнуть случайно от Вайпера. И... Не подходите, не подходите. Ну, делайте фраг. Что происходит вообще? Делайте фраг. Алло, Нави! А, не на хилл. Хотя хотели Дэнди, что ли, оставить на его... Койл? Ну, почему-то... Он потратил дальний койл. И средний койл он потратил тоже. Ну, вышло так, как будто они развели еще и на хиллку дополнительно. Но это было очень опасно. Очередный Shards. Ну, вот начинает Витя играть в свою доту. Просто противника зажимает, не дает уйти на базу, не дает просто спастись. Но вот в данной ситуации Никс ушел, потому что мана не осталась, так понимаю. Нави. Да, Насталкер в одну сторону убежал, Таск в другую сторону. Бруда перехватить не может. Еще и отдает руну. Пятый, пятый уровень же Витя. Угу. Ну, вот так посмотреть, по надворцам-то все в порядке. Юнави, даже Шадупинг на первом месте находится, 2600 надворцам. Да, надворцам неплохо. Опять мидл. Ой, опять в мидл, опять вниз, опять смог и опять на Рейзера. Решили замучить нас кристаллайзер. Только-только купил себе перчатку, спасет ли она его? В общем, вопрос, скорее всего, конечно, нет. И... Ну что, надо... Над ТПшки, наверное, какие-то жмакать, да? Вот если пришел, не знаю. Знаете, Сталкер может быть какой-то. Продавать свою керри совсем не хочется. Он ведь много времени выигрывает. Он прожимает стики, есть трейндроп. И... Ну да. Много времени выигрывал, но ни для чего. Ни для кого. Просто... просто погиб. Второй фраг и второе хорошее смещение в нижнюю сторону от команды Вайдс. Здорово сделали. Напали, убили. Ну, надо вот так вот прижимать чужого керри, чтобы жизнь сказкой не казалась. Чтобы суппорт начинали шевелиться у противника. Потому что понятное дело, что он не чувствует себя более-менее неплохо. В линию-то, конечно, он свою даже выигрывает. Но вот убивать, помимо всего прочего, еще и Рейзер, это очень полезно. Вот она, бруда. Вот она, вот она, вот она, вот она. Да, добивает его. Роджер. Успевает. Нет, не успевает. Он здесь. Он здесь еще. Санэйка. Мне кажется, он должен был телепортироваться. Его просто, мне кажется, сейчас продал Витя. Он хотел спасти таким образом, но как-то неловко получилось. Но он его не спас бы все равно. Там пауки на бешеной скорости, они бы его все равно догнали бы. Да, ну... Ну да, действительно, там, наверное, вариантов спастись не было. Хотя, может быть, рассчитывал то, что пауки погибнут каким-то образом. Понятно. В итоге все-таки отдали им. Штопориш на 6-3. Но при этом фраг то они сделали, на брутмазер это очень важно. Они все-таки темп много спили. Раскачки тут. Суппорты очень много бегают. На самом деле у команды White's они постоянно приходят на эту линию, постоянно пробегают через всю карту. И они от маленького левела. Никс только получил третий. Только получил третий. Винтер Вернон третий. По сравнению с суппортами Na'Vi, там, именно по XP, там все печальненько. Ну, 3-4 у Na'Vi, 3-3, получается, команды White's. Пятый почти у Stalker. Stalker 5, почти, да. 4,5. Сейчас какой-то килл сделай. Сторох. Надо уходить. Да, ну, дали обзор, дали Vision. Массакрат просто пошел вперед сейчас. А ему Саленс повесили. Вот от Саленс непрятан, подкоп с спины от Никса. Стороха. Просто шикарный аппарат. Мало здоровья остается. На этом, я понимаю, аппарата бить будет просто нечем. Crystal Ice продолжает драться против троих. Помогает ему, конечно же, здесь Na'Vi, Stalker. Дэмод же слишком много у Crystal Ice. Плазма Филд, спину на максимальный рейндж, но Сторох уходит. У Minite мало здоровья остается. Viper подтягивается. Есть Purification очередной, а то у Minite никто не погиб. У команды White's, а вот команды нами могут быть проблемы. Crystal Ice остается с малым запасом здоровья. Отличный Splinter Blast Winter Viverna. Минус Razor. И Viper Strike по аппарату. Добивать, добивать. Прямо подлышку идти. Да, и второй фраг. Через хилл можно даже. Бах. Второй фраг. Конкретно в этом моменте... На мидр, на Дэнде. Под Пауков. Под Медальку. Надо сгрызать. Дэнде минус. Отлично. Отлично, White's. Да, здорово. Брутмастер тоже не растерял. Снизу. У нас все время очередная атака. Ой, день наступил еще. Надо телепортироваться. Да, стик и телепорт. Отлично. Уходят просто. Сбить нечего. Так, а вот Таск терпит проблемы. Нет, Таск. Катился куда-то в сторону. Брутмастер грамотно делает. Вот она осилила вышку на своей линии, потом переместилась резко в центр. Знаешь, что... Да, посмотри, просто линия. Линия из сеток. Как она до Дэнде дошла. Ну да, так и надо. Потому что Шадуфинт, очевидно, что он без эскейпа какого-либо. То есть, если ты на него нападаешь, он у него только единственная возможность спастись, это прожать ТП вовремя. ТП вовремя не прожал, все. Считай, что бруда съедает. Массакр нагл очень действует. По Тауру уже забегал. Соло. Ну что, опять вниз. Опять вниз, опять на Рейзера. Бедный Крисалайз 0.4 уже имеет. Постоянно его тут душит. Санэйка. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот и Витю загрызли. Вот Бруда. Вот проблемы с этой Брудой. Неприятно против нее играть. Неприятно, когда она заходит на 4-5 пик. Ну, откровенно говоря, только один выпад-то и был в сторону Брутмастера, со стороны Нави. Вот они, конечно, убили ее разочек. При этом сразу же отдав ей фраг после смерти. И после этого на Бруду внимание вообще не обращают Нави. Приходит к ней по одному. Бруда сама там нападает на кого-то, делает фраги. И в итоге на Творс у нее 4 900. Выпускает этого героя. Срочно книжку нужно с упортом команды Вайц. Точнее, вот Никсу нужно срочно эту книжку съесть, где-то Лео подключать. Может быть, даже в миде оставить. Пускай вот в мидл идет и получает свою экспу. А Вайпер пускай вниз стягивается и там как раз давит с героями. Это Тауэр. А Никс может под как раз под Бруду, которая набегает постоянно на мидл, делать такие киллы. Вот сейчас вот как раз выход будет на Найсталкера. Сообразит ли Роджер? Вот в чем вопрос сейчас. Та, что должен уходить. Вот смотрим. Вот он Сторох. Вот он забег Брутмазер. Вот она медалька. Вот он телепорт должен быть от Роджера. Но он даже не смотрел. Он даже не смотрел на своего героя. Он делал... Вниз камеру перевел. А там жесткая атака. Бывает такое. Минус 2 уже сделали и будут давить дальше еще и на Таск. Таск скрывает себя шарами. Пытается спастись. Там замедление слишком дикое, конечно. Сноубол еще какое-то время приправит для себя. Не более того, я думаю. Хотя, ну слушай. Бегает, бегает. Ну загоняю его. Очередные шарды. Что творит Витя вообще? Как же он живет? Как же он, черт возьми, живет? Если бы он был телепорт, он ушел бы отсюда. Фейз есть. Бежать, бежать, бежать. Попался опять под Вайпера. Сейчас еще. Сейчас опять шарды будет. Ах, не успел. Красиво. Красиво уходил. Но нет. В итоге не ушел. Три фрага сразу же подряд получают Вайц. И сейчас разгромно. У нас уже четвертый уровень. 13-3 просто ведут Вайц. Ну, мы ждем, я так понимаю, теперь подключение уже от Дани, потому что побегал Таск, на которого было много надежд, но он в итоге ничего полезного такого сделать не смог. Погибает. А СФ еще своего слова не сказал в этой игре. Ему нужен Shadow Blade, и он тоже будет перемещаться. СФ слова не сказал. У Разора все очень плохо по Нетворсу. Он идет 2 400 Нетворса против Бруды даже. 6000. Ну, хотя не так далеко от Вайпера. Вайпера тоже погоняли прилично. Вот у Бруды все хорошо. К ней на линию очень трудно приходить. Она себя комфортно чувствует. Так у нее дизолятор. Уже есть Танике, Дизоль, Металлика. А, фуловый Дизоль. Ну, в 6000 Нетворса. Понятное дело. Она катывается на Бруду. Не успеет. Сейчас на развороте можно. На развороте. На развороте. Ну, это опасно, конечно. Может, еще ТП-што на Нави. Может, еще какую ТП-шку. Бучки. Айшард не отбрасывается, но это жесть. Да и сейчас на Роджера так же пойдет. Роджер, беги. Телепортируйся. Он что-то видит. Роджер не боится. Судя по всему, Hunter in the Night его спасет. Таких проблем. Ну, а теперь атака будет снизу от Вайпера. В очередной раз нужно находить Дэнди. В Дэнди нет барабанов. Просто Винтерскерс его задержали на месте. Вайперстрайк. Тут же будет Пурификейшн. Но нет шансов на спасельник у Дэнди. Да, и снизу еще Кристалайзе видит, что он без телепорта. Ему срочно отсюда нужно улетать. Да, правильно делает. И Роджер все-таки погиб. Улетает на мидл. Да, вот это, конечно, здорово Нави закидывают. Прям на уровне. А вот и Кристалайзе. Добрый вечер. 17-й, правильно. Парни слева это из OpenQual, да? Похоже на то. Ну, вот как-то даже не знаю. Вот сейчас Нави делают то, что делали Вайт с первой карты. Прям один в один. То есть никакой командной игры, ничего подобного. Просто сами самостоятельно бегают. Их прям останавливают сразу. Как-то сейчас под этим Дезолятор под медальку Бродмазер может Рошана вообще легко осилить. Просто без проблем. Так Нави помешать не смогут. У них артефактов нет. Ну, вообще, по-хорошему, да, они если туда придут, они там подфидят. Не знаю. Вот я максимально в одной точке видел только двух игроков Нави. То есть они не собираются вместе. Таск где-то с Найталкером вместе побегали. Окей. Но Рейзеру помощь не была оказана. Shadowfink потерялся. Просто по карте. Еще и погиб от Бродмазер в соло. Ну, про Рейзера мы сказали. Там, но у Таска тоже толком ничего нет. Так себе дела идут. Проигрывают уже 6 тысяч. Все еще, конечно, те деньги, которые можно отыграть, в принципе. Чисто теоретически. Но... Снизу. Для этого сыграть на Денди. Опять. Денди хоть с дабл-демиджем. Вайпер сейчас умрет, если там останется. ДД. Shadowfink. Рейз. Удар. Хорошо. Здесь разобрался. Боттл, боттл, боттл. Отпевать. Ооо, Денди. Они зря это делали. Просто парень с дабл-демиджем стоит, ты идешь на вайпере, пол-хпшном, под тавер, тебя тавер фокусит. Выходит с СФ стана, дванюка. Ну, это было очевидно уже. Ай, как развел. Ну, как детей просто. Красиво было. Денди не то, что ты развод. Сами просто виноваты. Они настолько хотели убить этого Денди, что... Просто фиданули. Ну, Денди доиграл до конца этот момент. То есть, он не опустил руки, он не стал там или как-то быстро закупаться, там, да, отвлекаться. Он вот играл момент вот прям до последнего. Там не так надо было делать. Не доиграли момент у нас ребята из Вайц. Нужно было кинуть ульту Вайпера и просто один... И уйти. Все. И пускай Никс с ним сам собирается просто против Никса, он не смог бы кинуть первый спел бы. А Вайпер получил два. Два кайла. А против Никса он нажал бы Карапас и убил бы сам себя. И просто Никс бы его доедал бы. А Вайпер мог там отойти и как-то сделать все аккуратненько. Ну, Финт получает те самые необходимые деньги на свой Shadow Blade. Кстати, себе его еще не принес. Разворти Айс Бласт, Requiem of Souls. Все это с хайграунда. Противник он на Cold Brace пока сейвит. Так и Shadow Race дальний. Дэнди делает очередной фраг уже Киллинг Спри, но давит пока на Роджер. Роджер нужно уходить. Роджер. Дакнесс. Здесь уже Кристаллайз рядом. Кристаллайз. ПТ есть. Аквилы есть. Ставится Винтерс Херр с такой большей защитного характера. Ига. Может дальше. Сняли, га. Там пассивка. Роджора. Оп, сноубол. Ой-ой-ой-ой. А вот теперь Таск делает даблкил. Чилу нужно уходить. Плазма Филл. Скорее всего, здесь помешать ему это сделать не смогут. Но при этом это комбайк. Переагрессировали. На самом деле, да. Счет-то 18-8. Был сейчас до этого сколько? 17. Какой там счет-то был? 17-6, да? 17-5. Да, вот. Нет, НАВИ сейчас сделали. Подожди. Сэв сделал два фрага. И после этого еще три фрага. То есть, пять фрагов они сделали. У них был три. Три на 17, что ли, счет был. По голде они так много выигрывают. Просто вайс при таком счете. На самом деле. У них очень много. Вот еще один килл. Попаливается. Что происходит? Реально то самое мясо. Бурдовоц она пришла. Наконец-то она здесь. Вот это бурдмазер здесь. На благо, что... Хотя бурды не хватает. Майн-керри. Это самый-то ужинный персонаж. Если она придет в драку, она тут съест всех. Ирошан, кстати, так до сих пор и стоит. Они его в тот раз не забрали. Хотя должны были забирать. Уже Рошан должен быть мертвый. Они ему сняли пол хп и ушли. Это на самом деле ошибка. Первого Рошана нужно было забирать. Они бы полностью на ави придавили бы карте. О, к базе то есть. Айс бласт. Пытается таким образом защитить нижнюю линию. Хотя просто выиграть линию. Выиграть время. Но вышка все равно падает. Вышка все равно падает. Давайте посмотрим, кто этого Рошана сможет забрать по итогу. Потому что Бруда, конечно, все это может сделать намного быстрее, чем Нави. Но Нави, если соберутся вместе, урона тоже должно хватать. Все-таки там есть Шадуфинт, который уже более-менее раскачался. У него там по две сотни урона с руки. Скоро появится тот самый Драгон Лэнс после ШБ. Еще больше дистанции будет пробивать оппонента. Тоже очень важно. Ну и шмотки нужны также кристаллайзер. Но скорее всего, в этой игре потребуются какие-то такие бюджетного характера артефакты. Типа Драма Фейнджеранс, типа, не знаю, Сэнтон Яш, что-нибудь подобное, которое легко собирается. Потому что особо, конечно, времени на фарм ему не дают. Да и способностей, пока выху нету для фарма. Быстрого. ПТ-квилл имеется, есть стики. Да, ну и вот Драма Фейнджеранс. Все правильно. Побольше статков. Статульки. Адейн сейчас очень много зависит, конечно. У него самый лучший нетвор в своей команде, причем с приличным отрывом. Большую часть денег, заработанных на Ви, приходится именно для него. Так, неплохой айс-бласт, отбрасывается аппарат. Разводит на реке. В любом случае, Shadow Fiend свой реке не потратил. Ну и вот пляски вокруг Рошана. Они начинаются прямо сейчас. На Ви, понятное дело, отдавать противнику Рошана просто так не хотят. Бегает Никс. Нужно расставлять центры срочно. Никс дает слишком много информации. Shadow Fiend в инвизи. Поставили центры. Центры на центры. Таска сейчас была и видно. iShards. Прокаст. Таска. Нужна помощь. Нужен фоллоу какой-то. Фоллоу нет. Сноуболл. Прям в карапейс. Ну, в карапейс не срабатывает по итогу. Но есть подхилл от Omni Knight. Omni Knight спасает. Вайпер встречает Таска. И Таска будет убивать. Должны на ним делать минус. Да, убивают его. Таска будет убивать. И сталкера убили. И минус Рошан теряют они. Они сюда не смогут сейчас прийти. Ну не знаю. Вот сейчас вниз ТП сделала Винтер и Верна. Если потянется как-то Рейзер. Но нет. Нет. Разбежались. Да не-не-не-не-не. Там слишком сильная бурда. Бурда просто накидывается репел на нее. Она идет и ест абсолютно всех. Ей никто ничего сделать не может. У нее очень сильный ультимейт. Ну и Рошан потихоньку падает. Сканит на всякий случай. Боятся, что может какой-то Шадо Финт резко переместиться под ШБ. Это Айгис. Айгис для брутмаза. Бруда... У брутмаза Блокенбар наклевывается. Есть у нее Маск Мэднес. Есть у нее медаль. Есть у нее изолятор. Взяла как раз этот Айгис. Чтоб стриг свой не отдавать. И... Сейчас Блокенбар очень сильно повлияет. Под Блокенбаром она будет сильна. В центре выхода. Возможно будет на Вайпер. Айшардс. Есть Сноубол. Бегает рядом как раз Никс. Такая из Бласт. Залетел вроде неплохо. Но там есть Томнинайт. Томнинайт, конечно, все эти дела просто выхиливает сейчас. И он своих тимейтов обиду не даст. Таск в очередной раз погибает. Найтс Лакер тоже подставляется. Это будет минус 2 от Вайдс в очередной раз. И Арктик Бернам еще и подцепили с Аннейка. С Аннейка на аппарате. С кейпо никакого нет. Ни мана, ни хп. Так что, скорее всего, будет еще и третье убийство кряда. Да, Матхилл просто бежал. Отлично. Отлично скомбинали. Массакр у нас с Чиллом. Ну и вот тут были неплохие мувы от Найв в один момент. Но опять все вернулось к тому, что у нас было на стадии Ленинга. Идет череда просто не самых удачных нападений на какого-то вайпера под вышку, где у меня Найт может прилететь. И по итогу лишь только смерть одни. На мете падает Терна. Решили отойти у нас в Айце с Мидом, потому что их там второе уже осталось, хоть они и под Айгисом. Но не решили, не рисковать, что вдруг сейчас пойдут телепорты, сейчас 5 на 3, и Айгисы снимут. Потом решили дальше отойти, безопасно фармить на топе. Что-то нет просветки. Где просветку? Верно? Да, там в центре есть, тут даже не просветка. Хотят перехватить, но Айсов спрятался в Шадоу Блейд, и контроль над ним уже пропал. Команда рядом. Так, и идут все к Дэнди. Или Дэнди их в своей команде. Можно напасть. Их тут численное большинство. Даркнус активируется. Но Никс, Никс бегает в Инвизе, конечно. Очень много инфы дают сейчас Торах. Началка идет дальше, но слишком далеко заходить тоже не хочется. Активируется святыня, тут же просветка пошла. Роджер все прекрасно понял, святыню кто-то активировал в Инвизе. Неплохие Айшарц, безвижно, без информации идти драться. Под вышку еще, пусть ко всему. Не хотелось. Ну вот Пралкер. Очень опасно. Закуливает немного, но уходит пока. Пока все окей. Что ИСФ дальше будет собирать? Что? Что ИСФ дальше будет собирать? Вот что интересно. Я думаю, ну сейчас Пик куда собирает, наверное, потом Блокинбар, или сейчас даже Блокинбар соберет, потому что ему нужен этот Блокинбар. Без ПКБ здесь будет тяжело драться. Да не, ему и Пик нужно, и Блокинбар нужен. Ему вообще все нужно. И Баттерфля, и в общем 6 лутов парню нужно. Я думаю, Пик куда соберет, потому что, чтобы как-то уходить от как раз Бруды, который будет видаться в него. Ну в команде, да, Форстаф он себе приобрел. В команде, кроме него, пока Форстаф больше никто и не покупает. Вот что страшно, поэтому спасать он может только сам себя. Я сейчас подойду. На секунду. Да, Пик будет вот тут уже совсем скоро, и там я увидел, что намечался какой-то стафф от Санейка, но в итоге Госсептор. Госсептор тоже верное решение, чтобы, опять же, от Бруды просто так не отъехать за пару секунд. Ломается вышка в центре. Защиты никакой от Нави уже нет. Осталось два внешних тавера, они по крайним линиям. Неужели будут заходить по центру прямо сейчас? Довольно рискованное решение, очень опасное, но Брудмазер есть БКБ. Только вот самой Брудмазер не хватает на центральном коридоре. Это вот очень странно. Команда идет пушить без нее. Подловили Найт Сталкера. Вьюл будет подкоп. Должен быть подкоп. Да, подкоп точно. В это время атакуют Вайпера. Ну, я не знаю. Но вот тут драка, конечно, проходит, пока на Вайпера Силенку, судя по всему, тоже не хватит. В интервью верный, он не знает, как же здорово. Они выхиливают своего тиммейта. В обиду не дают, так и должно быть. Но в это время Дэнди снес Тир-2 вышку и будет ломать Тир-3. Будет разводить сейчас противника. Вайц позиционный в макроигру проиграть не должны. Они должны вовремя сориентироваться, либо принять драку и уйти вниз, либо просто уйти вниз сразу. Нужно отбиваться. Ой-ой-ой, никто не прилетел. Никто не прилетел. Дэнди просто пробивает Тир-3. Там Глиф. Найв выигрывает время. Найв выигрывает очень много времени. Сбивают ТПшки. По максимуму просто участвуют за месяц. Да, они будут драку проигрывать, но Дэнди должен ломать Тир-3 прямо сейчас. Ну, там Вайпер. Там Вайпер уже потянулся. Да, Вайпер сможет зачтить. Пока минус таск здесь. Айс Бластом накрывают тем временем Никса. Никс. Погибнет ли? Ну, должен погибать. Да. Аффект Айс Бласта все еще сдействовал. Размен здесь один в один. СФ. Пошел с Инвиза на Вайпера в соло. Пару шадоу рейзов. Ударов с руки. Тычка. Там пика. И выживает Вайпер. Урона немного не хватило. Дэнди Тир-3 вышку так и не осилил. Но более-менее. То есть, вот, заставили немножко понервничать команду Вайт. Не все так просто. И нормально в центре подраться не удалось. И Тир-3 вышка пострадала где-то на половине здоровья. Дэнди очень много денег вынес. Вышел на первую строчку по Нетфоросу. Так что вот этот момент продолжительный, который был там в течение двух минут, он прошел все-таки в пользу для Нави. Учитывая ту ситуацию, в которой они оказались. Еще один есть Форест Тафф. И вот это правильная абсолютная игра. Игра против Никса, игра против Вайпера, против Броду Маза, когда в тебя вгрызаются, когда тебе нужно срочно увеличить дистанцию между тобой и твоим противником. Форест Тафф. Помогают очень хорошо. Я тут. Что было? Так, сам смотрю. Один в один разменялись, да? Один в один разменялись, и Дэнди там Тир-3 и Тауэр покрыс. Точно серьезно, снизу. В общем, макро начинает Нави играть. Ну, и угодно 25-9. Счет, они всего 2000 преимущества. О, 3000 преимущества, да? Бывается. Поэтому сейчас не особо много. Комбечить можно даже на этом моменте. Но следить так не надо, как Санейка сейчас может сделать. Телепорт сейчас. Нажимать прям сейчас нет, уходит. Там АТАФ тоже проблемы. ТАСК, ТАКС, ТАСК, да, зажимают Винтерскерс, и оттуда он уже точно никуда не уйдет. Санейка, я не знаю, как ушел вообще. Ну, не Санейка, так Роджер. А, это даже не Роджер. Это же у нас Витя на ТАСКе. Витя, Витя. Роджер на Сталкере. Ну, для меня все еще привычнее, конечно, когда ТАСК играет на четвертой позиции, что он тройка, я к этому буду долго, видимо, привыкать. Ну, как есть. У ТАСКа, кстати говоря, для тройки очень мало артефактов на данной минуте. 25-я, у него фейзы, барабаны, и только-только появляется агатрон. Хочет сделать себя агоним, вот такой интересный билд. Так, и Кристаллайз тем временем оказывается под фокусом, подняли его в Юл, после Юл будет Пуррификейшн, и Кристаллайз погибает. Загоняли все-таки. 7-800 от Ворсова. Как же он сильно проигрывает кор-героям противника. Ну, у него самого начала проблем были, вот эти забеги на него постоянные, когда-нибудь довели его до счета, там, 0-4. С этого очень трудно уже вылезать. Собирает защитные все артефакты, собирает пику, чтобы выживать в драках побольше, чтобы статиклинк покруче работал. Игра сейчас будет стараться идти на одного Дэнди как раз, и еще плюс Таск, который, вообще, по идее, который должен... Тоже умирать в драках очень много, хотя он на 10-м левеле взял себе вот этот плюс 40 опыта, ему там пару гангов сделать, убить какого-то героя большого уровня, он, на самом деле, очень быстро в игру возвращается. Сэр, замедлили? Зашел? Замедли. Сейчас щелчок должен быть, да, от Вайпера. Так, ну вот, по-моему, задержались здесь сейчас ребята из Вайдс, до Вайпера все-таки докатились с Ноуболом, быстро очень вырезали Никса сперва, Вайпер, конечно, перед своей смертью откинулся Вайперстрайком, но команда далеко и ошибается, ошибается сейчас Вайдс. Они видели прекрасно, что Shadowfin заходит в инвиз, что за ними идет погоня, но отойти вовремя на безопасную дистанцию просто не смогли. Два очень полезных фрага для Нави. И разрыв по надворцам уже сокращается до минимума, где раньше там была отметка во сколько тысяч там. Шесть выигрывали Вайдс, да, в один момент. Сейчас они выиграют только тысячу. Ну и Сэп. Понятно, что большая часть денег Нави содержится именно в этом мире. Будут гнать. Ночи нету, ночи не будет. Искусственная ночь закончилась, две минуты, да. Настоящий. Сэп. БКБ. Сейчас будет ответка. В инвизии заходит на Икс. Сэп. Блокинг Бар, да. Ты, Боб, смотри, правда. Блокинг Бар здесь нужен и с БКБшкой будет драться на много прочих. Так, как будто на Рейзера, но неудачно. Блокинг Бар. Капать не удалось. Сэп ждет. Сэп ждет момента. Вот сейчас очень важно, чтобы Нави начали какую-то драку хорошую на верхней линии. Позбивали ТПшки, а Денти в это время за сплитпушит. Но сразу же здесь ТП от Вайпера и Вайпера здесь пытается спасти свою линию. Нет, давай. Ведь Сиаганим собирает. Будет Warless Kick у него. Настолько ли нужен этот артефакт здесь в такой ситуации? Просто будет пинать. Просто пинать. Просто пинать людей будет. Это очень смешно выглядит. С ноги просто вышвыривать человек. Массакра у нас и так далее или нет? Усторка проблем. Массакра там спрятался. Есть Винтерскерс и на Shadow Finder, конечно, команда его бьет. Ну, не достаточно хорошо. Вот БКБ пошла Бродмазер в разнос. Все хорошо. На Форстаффу уходят. Просто размасывали. Сейчас Блокенбар закончится. Нужно как-то здесь... А там загулял. Загулял Таск. Убить проблемы. Витя. Снообол не спрячется. Он погибает здесь. Там дальше Вайпер убивает с Найт Сталкера. Нет ТПшки. И Форстаффа, я так понимаю, тоже нет. Никто не хочет подходить близко к Найт Сталкеру. Но Хаттерн Зенайт пока спасает. Пришлось ночь использовать. Но гонят его. Еще одна пика. Работает. Тир-2 будет падать. 40 секунд. Можно даже попробовать... Но нет. После Тир-2 надо что-то из серии на Рошана идти сразу моментально. Все еще очень тяжело драться против пятерки. Конечно, Вайтс. Невероятное количество хила от Винтер Виверна. Томни Найт и Гарден Эйнджел есть. Один Шэдо Финн всех победить не может. Против каждого его какого-то преимущества, какого-то сильного оружия в виде либо ультимейта, либо в виде все-таки ударов с руки есть своя ответка у команды Вайтс. На мой взгляд, Шэдо Финн выигрывать игру невероятно сложно. Нужна помощь от его тиммейтов, кор-героев. От Рейзера и Таска. Рошан падает на халяву. Не успеется на Нави. Очень быстро ХП падает у Рошана. А Егис будет сыр, потому что это уже второй Рошан. Я думаю, сейчас будет отпушена нижняя линия, либо они сразу пойдут по нижней тир-два рампа, либо они пойдут просто как-то по миду рампа. Нельзя отдавать, нельзя отдавать. Просто так Винтерскерс. Потому что Ник здесь подкопает, подтягивается Вайпер. БКБ тэп аут будет, да? БКБ тэп аут. Он не сможет. Нет, сможет. Слушай, там сбили тэпшку, судя по всему, Рейзеру. Да, потому что там драка начинается возле Рошана. Вайперу сняли очень быстро АЕги. Что дальше? Дальше под БКБ Брутмазер. За Рейзером Рейзер на Форстафе уходит. Но команда от него все равно далеко. Насталкеры. Насталкеры здесь догонят, скорее всего. Да, попадает он под деген Ауру. Сейчас будет стан. Стан мажет. У нас очередной раз Торах. Но все равно будут догонять. Уже отсюда не идет слишком большое замедление. Да, попытались очень красиво сыграть макроигру. Попытались напасть в тот момент, когда Дэнди как раз сплитпушил линию. Потому что там Тауэр остался 47 хп. Не добили, не добили. Это обидно. Чуть-чуть не добили, да. Но два телепорта сбили вот этих. Это очень хорошо. Потому что если бы они не были сбиты, то Дэнди потом и остался. Моментально. Вот. То, что у него в Винтаж Кэрс положили. И телепорта двух хоров. Там, конечно, Дэнди бы умер бы. Никакой телепорт БКБ ему не помог. Ну, вот растаскивают так противника. Все прекрасно знают. Нави, что делает оппонент. Когда заходит на Рошана. И чем он вообще, в принципе, планирует заниматься. Поэтому где-то этот сплитпуш должен сработать. Я думаю, что вот сценарий будет примерно подобным образом развиваться дальше. То есть команда Вайтс будет доминировать в своих драках 5 на 5. Может быть, даже будет пробовать заходить на хайграунд. Но Дэнди или кто-то другой должны будут засплитпушить. Сломать вниз хотя бы там бараки как-то. Ну, и заставить зажиматься противника. Бояться этого сплитпуш. Посмотрим, получится ли это сделать или нет. Просто в открытом пространстве в нормальной драке 5 на 5 у Нави шансов, откровенно говоря, будет немного. Пока да. Хоть и разница по Галдея не очень большая. 4 тысячи. Но эти все деньги, они принадлежат Дэнди. Вот если посмотреть на общую ценность. У Дэнди 17 тысяч, да, вот он идет там, обгоняет даже Бродмазер. Но коры сильно отстают от других коров. У Умни Найт очень много денег. И у Вайпера даже. Ну, даже вот если у Вайпера с Разором одинаково даже, то Умни Найт очень сильно обгоняют у нас Таска на 4 тысячи. Это неприятно. И два суппорта еще. Очень хорошо себя чувствуют. У обоих суппортов есть Даггера. Что Винтерверна может хорошей позиционкой стоять. Что Никс может хорошей позиционкой стоять и начинать драки. Очень круто. Это из-за этого главная проблема как раз в драке 5 на 5. Но тут непонятно. То есть тебе нужно каким-то образом выждать время, когда закончится ГА, когда закончится Блэкинг Барена, Бродмазер, да, в драке, имею в виду. Пережить Винтерскеорс, пережить Вайпер Страйк. И что после всего этого пришел Шадоу Финт и всех убил. Звучит как какая-то утопия, но не знаю. Да не, на самом деле нет. Они вот что-то делают. Они пытаются спидпушить, пытаются убивать. Дэнди там пытаются вот эти товара ломать, чтобы не сильно одоляться по золоту. И как постоянно в этих драках как-то разводить ребят из Вайц на эти Блэкинг Бар и так далее. И у тебя ИСФ вроде фармит там, и герои подфармливают, уже защитные артефакты появились. И рано или поздно, да, они дойдут до этого момента, когда как раз вот эта утопия, как ты говоришь, она должна будет работать. Потому что, я думаю, все к этому идет. Потому что они не дают. Вот ты видишь, это Аегис выбили с Вайпера очень быстро. Соответственно, не дадут сейчас просто так на рампу заходить. Потому что под Аегис по-любому Вайпс пошли бы на рампу. Вот такие ганги, конечно, могут это все исправить. Сейчас подставляется. Нет возможности просто комфортно перемещаться по карте, потому что там Блинк Даггер, там Винтер Скерз и тебя есть чем останавливать всегда. Найт Сталкер, Курьера, Найт Сталкер. Хорошо. Хорошо, Архаджур. Хотя бы так. Ну вот смотрите, по центру только-только отправляется сейчас команда Вайдс, как тут же крайние линии начинают распушивать и Кристаллайз, и Дэнди. Ну, Кристаллайз нужно улететь, потому что у него ОЕ-шка хорошая есть и такая далекая. А у Дэнди можно сплить, потому что у него атака очень большая сурки, у него по 300 уже демэжа почти. Ну, сейвить нужно, используется, конечно, Глиф, после этого нужно будет с противником драться, потому что иначе сторону потеряете. Тауэр падает, да. И Брутмазер у нас, походу, нульфайр собирает еще. Он очень такой хороший артефакт. Срочно нужна игре. Такой себе Винтерскерс получился. Шадуфинк немного побил противника, но никого не убил. Надо отходить. В спине Роджер. Сыр надо съедать. То есть и Форстаф какой-то тут было, судя по всему, от Рейзера. Да, Рейзер сам уходит, но Найт Сталкера это не спасает. Минута. И все четыре героя здесь. Могут продолжать пушить как раз под этот сыр. Сейчас будет полностью вихиль от Вайпера. Брутмазер тоже нас чуть-то. Даже этот сыр надо просто, можно есть, и, я думаю, ломать бараки. Потому что 40 секунд ну, ну что? Что? Что вы нам предложите за полминуты, ребята, из Вайта? Боятся. Ну, на самом деле, просто там неплохо сыграл Найт Сталкер до этого, потому что на одну пачку крипового закрепскиппел. Он просто-напросто ее съел, и поэтому мы сейчас очень долго ждали. Атака. Ой, СФ-то спасти надо. СФ так подставляется легко и просто. Боже мой, он еще и БКБ нажал перед смертью. еще и Блэкенбар, да. Если он даже сейчас байбайкнется, он будет без Блэкенбара. Какой кошмар. На ровном месте ничего не предвещало беды, что Тупин просто подставляется, погибает. Сейвов никаких не было. И сейчас они будут ломать другую сторону и вынуждать Дэнди байбайкаться, потому что он уже не байбайкается, и они пойдут реально на другую сторону. И Дэнди сейчас нажмет кнопку байбайк. А куда деваться? Деваться никуда. И все, они просто развели. Можно отходить спокойно. Можно отходить, и вот здесь драку принимать. Слушай, снизу, снизу. Посмотри, что Тупин делают. Там-то беда. Там надо возвращаться и спасать, потому что там бараки будут страдать. Там две катапульты работают. И гонят, гонят Нави. Сбивает ТПшки. Гнать, гнать, гнать. Роджер прекрасно это понимает. Вайпер расцепил. Тиммейт тоже разворачивает. Все, есть. Все ультимейты есть. Но бараки падают. Просветка, вайпер. Ага, репел, ТП. Сбить нечем. Окей. Вайпер пошел дефать. А столик тогда гнать? Например, за Массакра. Массакра на себя Purification. Ой, там еще и Шивасгард. Боже, как его убивать непонятно. Здесь спряталась Брудмазер. Так, Брудмазер, ты-то что делаешь? БКБ? Винтерскерс. Это был байт. Боже, это был байт. И под коп по четверым. Там будет Айс Бласт. Но под БКБ находится Брудмазер. Ей все равно. Таск уже погиб. Есть Гардиан Энджел. Большие проблемы, что-то у Финда. БКБ все еще не откатилось. 5 секунд осталось. Буквально мало остается у Брудмазер. Но есть Колден Брейс. Колден Брейс. После Колден Брейса надо постараться убить каким-то образом. Какой-то неудачный колдфит получился у Тенжел Париш. Но погибает Рейзер в те времена. Никого не забрали. Нави. Более того, и Найт Талкер тоже сцепили с помощью Юлов. Он отсюда никуда не уйдет. И в живых остается лишь только аппарат вместе с Шаттл Финдом. Отлично. И барахи не потеряли. Барахи не потеряли, потому что Вайпер, который ттпшился первый в том самом репеле, он успел защитить как раз эту сторону. Там вот казарма магов пробита, она там на 1000 хп. Но барахи не потеряны. Самое главное, еще и Нави опять в очередной раз получают минус 3. Вот с игротской точки зрения, конечно, то, что сделали сейчас Вайт, это реально красиво было. То есть это можно прям отдельный хайлайт вырезать, потому что вот то, что Бруда там пряталась, как будто бы пряталась, на самом деле она просто байтила на себя. Настала, у нее есть БКБ, она всегда выживет в любой ситуации, если на нее будут нападать. И потом вот этот Винтерскерс и подкоп по четверым, но это было очень красиво. Вайдс в этом моменте были просто красавчиками. Что смогли вот такое изобрести и вот такое показать. 1.35. Хорошо, дерутся. В этой игре вот, да, в этой игре неплохо. И наконец-то Omni-Night взял у нас плюс 90 к урону. А не 35 опыта. Это боевой Omni-Night, на самом деле, который в ЛТМ может тоже бить по глади, потому что 90 урона это реально много. Какой артефакте дает плюс 90 урона? Таких артефактов вообще практически нет. Ну да. Вопрос только в... Вдруг Далус плюс 80 дает, а ты плюс 90 с талант качаешь. Ну да. Ну только момент один такой, то что Omni-Night не особо бьется в руки. Вот в этот трабл. Он бегает вокруг да около, но ему скорее нужно будет вблизи противника нажимать курификейшн, чем бить с руки. Вайпер загулял. Похоже на то. О, еще неудачно уезжает через шарды, но да, здесь будет ему вставать его. Валроскик! Ой-ой-ой. Но чуть было сейчас не зафейлил, на самом деле, генерал. В чем там делал, непонятно. Ну было чем сбить ТПшку, поэтому это хороший минус. Убили вайпера. Но я не знаю, конечно, вот это вот убийство вайпера нужно чем-то подкрепить. Может быть зайти хотя бы святыни забрать. Не забываем, что Тир-3 снизу было разрушено, поэтому святыни убивать можно. Да давно пора уже. Тоже лишний день. Идеально, конечно, разводить на байбеке. Было 11 тысячи стола 9 после убийства этого вайпера. Дэнди сейчас может стоять. Опасно так вот стоять, потому что Никс бегает, Никс чекает, Никс с гемом. Никс видит варды. Ой, сейчас может быть очень опасно. Бегает Никс. Действительно, сейчас видит противника, ставится сэндри. Сторых здесь. Здесь мы про наличие блинкдагера. Вот так вот он инициирует. Что дальше? Без продолжения, пока команды нет рядом. Тот же форстаф и бьют святыню. Вайпера нет. Неужели вот настолько нагло можно играть без своего вайпера? Играет нагло. Надо уходить. Уходить вайдс надо. Там будет пятерка сейчас нави. Просто бегите оттуда. Бегите. Ну хотя ладно, 8 секунд вайпер скоро появится. Вайпер сможет сделать ТП. Ой, себе фору 06 взял. Это, кстати, очень круто. Был бы 25-й сейчас. Еще минус 40% перезарядки способности. Он бы сейчас так бы раздал тут, мне кажется, магией. Там Койл был бы. Сколько? 5. Ну да. Там чуть ли не по 2 секунды бил бы. Просто Койл, через 2 секунды опять Койл. И они все стакуются, стакуются. Стакуются. Само главное. Расставляются варды. Ждут Тоби команды следующего Рошана. Скорее всего, та самая драка 5 на 5 случится именно там. Следующего Рошана давать будет ни в коем случае нельзя. Рошан уже близко. Прям совсем близко. И он будет уже среди минуты. Там будет шар. Там будет шар, да. И в этот шарт ни в коем случае нельзя отдать команде Вайтс. Потому что там, если... Омни Найт будет, да. Если Омни Найт даже не возьмет, то Винтер, верно, даже с двумя Винтерскерсами, с двумя Колдобрейсами, это будет тоже очень неприятно. А вот команде Краснави, ну... Разор неплохо смотрится под Аэр Штормом. Ну и, соответственно, Дэнди, да. Два раза Реквием опустить. Ну, это такое. Как-то вон в сутки. Внезапная просветка сейчас была от Найт Сталкера. Испугались Вайтс. Сразу же отбежали назад. Игра одной ошибки. Подслабляться ни в коем случае нельзя. Потому что все ищут. Там бегает этот Никс и просто выискивает. Один значит настоящую цель. Хороший вард поставили. Здесь ребят Нави. Сейчас они все видят. Видели у Миннайт. До этого видели Никса. Минтер Виверна мимо пробегает. Тут у них вроде бы гема. Вот и мимо этой точки они не прошли. Вот сейчас клики были. Да, клики есть. Нашли вард. Уничтожили. Поставили свой вард. Ну и тоже идет плотная подготовка к тому, что скоро появится Рошан. Зону подготавливает. Рошан минута. Минут 15. SF. Ну вот 4200. Не должен был откатиться еще байбэк у Данила Ишутина. Две минуты еще остается. Поэтому есть смысл все свои деньги потратить на артефакт. Скорее всего купить себе бабочку. Пока денег не хватает. Падает у нас Шарайна один сверху. Наконец-то. Так давно забрали в сторону. Тауру вроде. То есть в сторону, да. А вот в Шарайна только-только сейчас попали. Бластеры пока проверяют территорию. Ну, чуть в более таком сжатом состоянии находится сейчас команда Na'Vi. Они держатся возле своей базы. Только сплитпушем занимается один рейзер. Ему там немного помогает Таск. Не более того. То, в свою очередь, вайдс могут быть раскрепещены. То есть можно рассредоточиться по всей карте. Они очень ждут этого Рошана. Они просто не знают, что делать. Они хотят забрать Рошана и просто пойти уже. А Рошан максимальный. Он просто 11-минутный. Ну, не пятерым же стоять там Рошпить. То есть остальные герои должны просто-напросто отбивать свои линии. Не, ну, понятное дело, что здесь не нужно стоять. Вон, Чилл стоит один на Винтере Верне и чекает этого Рошана. Вот прям вот сейчас-сейчас уже. Вот прям вот-вот-вот-вот-вот. Есть Рошан, все прокликал. С Тороха. Пытается найти два гема встретились. Найсталкер против как раз-таки Микс Ассасина. Ну, довольно отчаянный самонадень. Найсталкер шел вперед, прям никого не боясь. Тиммейта-то рядом не было. Так, вот здесь аппарат. Очень опасно подкоп. Подкопом цепляют аппараты. Есть Саленс. Что дальше? Бруда здесь, но Болом старается спастись. Уходит сам на Блинк. Аппарат Форстаф. На развороте Айс Бластом отбрасывается Санэйка. Тут же Колд Фит, Плазма Филд. Никс подставляется. Валрус Кик, но тут же используется Винтер Скерс на таск. Такой больше защитного характера. Но Никс погиб, и Никс без байбэка. Ой-ой-ой, а сверху смотрите, что делает Шаду Финд. Шаду Финд начинает спритушить верхнюю линию. Что делать команде Вайц? Уходить на базу или драться? Что делать? Непонятно. Валрус Кик. Винтер Верну просто откидывают назад. Есть Колд Эмбрейс. Драка в самом разгаре. СФ Ламайтер тревышку. ТП от Вайпера. Да, и здесь Драку будут проигрывать Вайц. Они защищают, скорее всего, свою сторону, но не проиграют Драку. Валрус Кик. Эти кики, это что такое вообще? Просто пинки от этого бешеного Витя. Но он его далеко откинул, мне кажется. Просто могли бы убить на самом деле. Он просто отпустил сейчас Брудмазер. Виктор Закар. Нет. Ой-ой-ой, не отпусти. И Валрус Кик. Иди отсюда. Просто трупешник руки. А там СФ. СФ пошел Вайпера бить. Просто с руки накидывает. Сейчас очень больно. СФ Вайперу нужно отходить. А тут он не найдет, затерялся, но его не было видно. А вот тебе и макроигра. Макроигра, да. От Нави. Она великолепна сейчас была. Просто заставили команду Вайц допустить ошибку. И они не понимали, что им делать. Они отдали одного героя. Потом понимали, что нужно защищать теперь свой тавер. Кто-то нажимал ТП, кто-то оставался драться. И при этом, конечно, сильно рассредоточились. Нави их подловили. Сейчас у Нави есть доступ к Рошану. Это самое главное. Бруда Вайбек делать не хочет. Но, скорее всего, придется. Потому что не будет ее еще целых 50 секунд. Нави быстро заберут его Рошана. Возьмут себе и Сыр, и Аегис, и Шард. И уже могут даже постараться забрать какие-то бараки. Да. Преимущество совсем таяет. Сейчас будет 3000 преимущества. Прям совсем уже. Рефрешер на Разоре, да. Разор тоже собирает у нас уже. Нулифайр? Да, я думал нападение. А? Нулифайр у Разора? Да, ну, собирайся. Нулифайр у него уже в Кикбайе лежит все под Сыр. Сейчас под Аегис, под рефрешер вот на Денде. Чтобы у него два Блокенбара было. Потому что у него уже довольно-таки маленькое количество осталось. Зарядов 7 всего секунд. Он, кстати, взял себе 25 таланта плюс 3 к урону задушил. Дэмэджа стало побольше у него. Заметно побольше. Покупает МКБ. Слотов у него нет. Даже в дополнительное место на его рюкзаке у него все занято. Надо боттл выбирать, наверное. А боттлом сейчас дэбл дэмэдж возьмет. Ой-ой, сторох. Оп-оп-оп. Перед носом. Подкоп неудачный, правда. Очень-очень много вот мажет он. Остановим. Напряженная игра. Напряженная игра. И тут уже вот неясно, кто выиграет. Потому что вот этот Рошан на самом деле на многое повлиял. Если бы халяву забирали у нас ребята из Вайтс, то тут можно было бы уже говорить, что они очень близки к победе. Но здесь затрудняюсь ответить. Ну, в том моменте, не забываем, что у Шадоу Финда вообще не было еще и байбэка. То есть, если бы они смогли каким-то образом добраться до Дани, они бы, ну, возможно, игру просто нам просто выиграли. Все обошлось. Там гем, там гем. Никс. 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 Пока думал, как подкопать. Стоги получил Саленс. Тут же на подстраховке у меня Найт. Тайс с бластом. В спину провожает. Краешка может зацепить. Нит не цепляет. Лайтсталкер вообще никого не боится. СФ тоже рядом. У него есть Аегис. Бояться действительно нечего. Положился. На самом деле, сами могут нападать уже. Спокойно. Потому что вот этот герой снизу. Сейчас они его заметят. И можно чуть ли не смог юзать. Есть ли смог? Смог есть у аппарата. Есть. Три смока есть. И вот этот ганг должен быть. Надо вард разбить сперва. Ну, ты можешь Сигил подвинуть. Сигил вот так, видите. Смочок надо юзать. Смочок юзать, кого-то убивать. Байбек, я уж включусь. Надоело мне смотреть на эти нутворсы. А там ничего не меняется. Там как была первая строчка у Шадоу Финда и потом провал. Так и остается. Шадоу Финд имеет байбек. Таск имеет байбек. И Винтера Верна. Байбеков практически никого нет. И самое главное, что нет денег даже. Это не временные байбеки, потому что никто не выкупался. Нет денег. Одна ошибка, например, от Бродмазер или от Вайпера, игра может сразу закончиться. Подставляться нельзя. Нави очень хотят зацепить хоть кого-то. Команда Стайл вызывается иллюзия от Вайпера. Вайпер уходит глубоко под Тир-2. Команда рядом. Неужели будут защищать свою Тир-2 вышку? Может быть стоит подраться от хайкраунда? Ой, Валрус Кик. Так Вайпер, ну не в ту сторону немножечко откинул. Это так называемый пробный был. Пробный? Ну слушайте, на развороте тут вайц. А там видно, что до Финда его поймали. Не забывая про наличие Эгиса. Можно первую жизнь просто так отдать. Отдают. Дальше. Переложить шмотку. Переложил шард. Тут же драка начинается. Есть неплохой Винтерс Керс. СФ воскрешает. Воскрешается. Тут же как-то неудачно ворвался таск. Не дал Валрус Кик. Но есть Сноубол. БКБшка заканчивается у Вайпера тем временем. Валрус Кик очередной. Подается Бласт на Вайпера. Тут же БКБ от Брутмазер. Но БКБ и не дерется. Не дерется Брутмазер. Она просто убегает. Она там где-то по цветы не бегает. БКБ проходит бесследно. Фактически Бесследный. Только после БКБ начинает впиваться. Вайнштапариш. У нас можно его забрать. Минус Винтерверна. Который моментально делает байбэк. Тут же возвращается на термобышку. Плазма Филд. Кристаллайзе мало. Второй. Но есть сыр. Не забываем. И СФ пытается справиться с Торохом. Там просто используется Карапейс. Выигрывается время. Но Вайпер погиб. И Вайпер без байбэка. Вот это самое главное. Набываются большие проблемы. Хотя ХП у Нави тоже маловато будет. Кристаллайзе не прожимает все еще сыр. СФ тоже есть шар, но не прожимает. Кома есть, там он шар. Плазма Филд. Здесь бы подраться, конечно, под своей святыней. Но святыня была из пита уже товарищем Брутмазер. Сыр, отдали Дэнди. Сейчас с урн. Вот последняя урна. Нет. Просто отойдут. Кжост какая-то драка. Что-то все дрались, дрались. Только два героя. Умерло Вайпер и аппарат. Ты наверняка знал Нави, что у Вайпер нет байбэка. Но они будут искать сейчас... По страховке. Должен быть, да. Есть Форстаф. Все нормально. Ник здесь. ДПшку сюда. Сноубол. Пошел до конца. Вбивается Брутмазер под новым БКБ уже. В СФ, СФ и Форстаф. Форстаф пока очень хорошо работает. Тут же Винтер Виверный. Винтерскерс имеется. Винтерскерс имеется. Только как его дать? Не добивают Таска. Таск пока уходит. Запас здоровья минимальный. У Найс Лакер тоже нет ХП. Маны нет у Рейзера. Из Бластом закидывают точно в Брутмазер. Там пока Блэкинг Бары не будет. Винтерскерс на левую Шаду Финда. Что дальше? СФ и Форстафают. Форстафы очень сильно помогают. Есть Подкоп. Сфинтер Бласт. И... Все-таки Дэнди погибает. Но есть Байбэк. Не забываем. Подловили еще Энж Топариш на Вьюл. Прячет себя Го Септер. Но тоже не отпустит. Не отпустят. Это минус аппарат. Радуйся. Разор пока тем временем сплетит нижнюю линию. Сейчас будет телепортироваться. Назад им срочно нужно уходить отсюда. Сейчас тебя цеплять будут. Парень. Да ПКБ же нет. Кристалл Айз. Ой-ой-ой-ой. Не ТП-шки, ничего. Маны нет. Просто нет маны. Зачем он здесь остался? Я не знаю. Кристалл Айз. Но это ошибка. Ну конечно ошибка. Тем не менее давно уже телепортнуться. Просто стоял на месте без Блэкинг Бары. Без всего. Стоял и пытался пушивать линию. Ну... Сейчас им просто два Байбэка будут выбивать. Если Байбэк, то прям сразу. Вот один. Что Омник уже заходит сюда. Здесь просто есть все под Брудмазер. Еще все происходит. Брудмазер какой-нибудь. Да, он Батерфляй собирает правильное вроде решение. Хотит ему Дэнди. Манг Хинг. Бар. Ломают. Три герои сюда бегут. Надо Байбэкаться Рейзеру. Нужно отбиваться просто. Он будет Байбэкаться в самый последний момент, когда они потеряют Тауэры. Это на самом деле... Ладно, есть еще Глиф. Есть еще Глиф. Время выигрывает. Столько подтягиваются Вайц. Они сейчас практически полным составом на верхней линии. Брудмазер съедает Т-3 вышку. Но пока не Барак. Да, пока не Барак. Центр был потерян до этого. Мы помним. И под Репелом начинает грызться тот сам Барак. Вот он делает Байбэк. Но ты правильно подметил. Уже под конец Бараки съедены. И поэтому могут уйти Вайц спокойно. Будет ли Драко? Балрус Кик пошел. Атака на Омни Найта. Форстаф, то форстаф. Опять Бласт. Что происходит? Боже мой. Там Вайпер со стороны ворвался в аппарат. А в аппарату нет. Байбэка погибать ему нельзя. Он погибает все равно. Винтерский Орс пошел. Неприятно очень. Но, в общем-то, Рейзера, собственно, и Шадоу Финт не убьет. ПКБшки прожимаются тут же. Бруда тоже под БКБ. Есть ГА. Как все это дело прожимать? Вообще непонятно. Плазма Филт на развороте Шадоу Рейзу. Массакра проблемы. Тут же Колден Брейс сейвит отлично просто. Не может у Финт драться. Не может драться так же Кристаллайз. Он разворачивается в краю, чтобы убить Вайпера. Вайпер, который лишается своей жизни. Есть Байбэк. Есть Байбэк. Массакра Шадо Шиву и бежать. Каким-то невероятным образом пока на Ави отбиваются. Даже продолжают свою погоню. Пытаются не отпустить никого Таска вместе с Найт Сталкером. Есть ТПшки. Есть блинки. Сторона упала? Сторона-то упала, но продолжение атаки. Умни Найт. Умни Найт. Пурификейшн на себя. Лотус тоже очень сильно помогает. Конечно, Артик Берн новый. И как-то не получилось больше никого зацепить в Нави. Да. 48 минута. Нави потеют. Очень сильно. Не все так просто, как на первой карте. Вообще непросто. Они вроде бы уже сделали камбэк, но Вайт снова находит в себе силы для того, чтобы просто-напросто давить противника. Ловит на ошибках, что самое главное. И Вайпер тоже сделал байбэк. Ну что, у Рейзера уже, у Финда, у Вайпера ближайших 6 минут как минимум не будет байбэка. А зачем он сделал байбэк? Не знаю, испугался чего-то. Что, видимо, будут его разводить на этот байбэк. Что сделать раньше? Может быть, случайно нажал? Случайно байбэк нажать? Ну, в такой напряженной игре может быть все. Ну, если есть, стоит какой-то ход кин, может, на байбэк из-за этого. Кнопку поражал. Или собирается просто пойти сейчас воевать. Мне кажется, они вниз хотят пойти. Тир-2 забрать. Раз. Во-вторых, просто на рампу заходить. До Тир-2 тысячи святыни стоит. У Розора нет байбэка. Да, байбэков нет. И ошибаться сейчас кор-героем Нави вообще нельзя. Но мы видели... О, ганят. Я не шепельду. Там минута осталась. Возможно, возможно, Вайтс подождут следующего Рошана. Так будет надежнее. Нави уже, скорее всего, вряд ли они выйдут из своей базы. Ну, ввиду того, что они подпушиваются, будут две линии. Они будут очень сильно бояться, без байбэков куда-либо идти. Вариант с Рошаном, он надежный. Но Вайтс, мы видим, решают заходить прямо сейчас. Без ГА даже. Прессингует. Очень сильно прессингует. Таск. Понимает, видите, что нужны какие-то артефакты на урон. В мыслях собрать себе в будущем какой-то Дейдаус. Но вот пока есть Гиперстон и Плейт Мэл. И ходит на базу. Боятся просто так заходить. Кираса появляется. Отличная. Отличная. Хороший артефакт. На данный момент игры. Да, Кираса идея хорошая, конечно, но байбэк не оставляет себе генерал. Байбэк нет. Хотят поймать. Хотят поймать либо СФ, либо Рейзера. Под Титерскерс это можно сделать. Под смоками. Нави не видят пока, но подозревать могут. Что противник где-то рядом. Вот СФИТ идет вперед. Не будет отпушивать. Ой-ой-ой, СФ спрятался. Увидли. Увидли по центру. И тут увидли по центру. Кладка Кан не удался у Вайтса. И они снова должны перемещаться вниз. Нельзя так растягиваться тоже Вайтсом. Потому что если они растянутся, всегда может моментально, блин, кануться на тебя Таск. И просто варл с киком на свою базу откинуть тебя. Где тебя будет моментально фокусить. Поэтому им разъединяться тоже нельзя. Нужно постоянно под сейфами. Чтоб Интерверна была рядом, чтобы она тебя успела в Колден Брейз засунуть. Все-таки буду ждать Рошана, я думаю. Слишком уж ответственный этот момент. Идти прямо сейчас без Сыра, без Аегиса, без Байбека на Вайпере очень опасно. Нави тоже здесь не собираются. Смог, друзья. Смог. Пошли искать кого-то. Ну, видно Брут Мазер, но она бегает очень быстро. Радик собрал. Омни Найт на 51-й минуте. Сейчас Хекс нужен, а не Радик. Ой, милу Вайпера. Репел. Миттерверна здесь. Нуль тонуть не удалось. Пошел у нас вперед просто-напросто Таск. Айс Класс. Нули Фаер на Разоре сейчас. Эй, потому что Таск спасается, пока есть Сноубол. Что дальше? Нули Фаер теперь на Омни Найт, но есть Га. Есть Га. Под фокусом оказался Найт Сталкер. Спасти его просто-напросто нечем. Он лишается своей жизни. Нет у него байбэка. Шадоу Финд раскастовал Реквием. Дэмэджи не так много противнику нанесло. Есть Шадоу Рейзер. Они тоже были неболезненные. Просто идет вперед Массакр. Ой, как продавливает противника. Не боится ничего абсолютно. ТП. ТП от аппарата. И уходить надо будет и Рейзеру, и Шадоу Финду. Драка была проиграна. Сверху бары падает. Катапульт его заберут. Не успеет задефить. Одна сторона осталась. Полная. И стоит Рошан. Без Найсталкера, без Блокенбара, без всего это Рошан достанется сейчас на халяву ребятам из Комаду Вайзера. Я не знаю, что делать с Амни Найтем, который получит Шард. Просто не знаю. Гад. Глубо Аганим был? Вместо... Как раз таки в этой стадии игры. Вместо Рейдинса. Чем он этот Рейдинс собрал? Был бы уже полноценным суппортом. Шива, Ул, Линка, Лотус и Аганим. Аганим. У тебя 20 секунд неуязвимости было. Да, там, конечно, Рейзер свою... пассивочку избивает. Периодически. Но все равно. Ну, вниз надо идти. Надо вниз идти, заходить на рамку. Последняя линия, да. Ну, какое-то чудо сейчас. Может лишь только спасти Нави. Какое-то суперидеальное исполнение. Потому что противника просто есть все абсолютно для того, чтобы выиграть драку следующую. Да, надо просто подождать сейчас кулдаунов, ультимейтов. На самом деле, вот Умни Найт у него 80 секунд до... Ультимейта. И просто из-за этого отдали Винтера Верни у нас как раз-таки... Рефрешер... Рефрешер шарт. Все правильно? Рефрешер шарт. Отдали Винтера Верни. Будет два ультимейта. Будет два Винтера с Керса. Что по Аегисам и Сырам. Сыр достался у нас Брудмазер. И Аегис у Вайпера. Ну, я не знаю. Дважды пробивать Вайпера. Убивать Сыр. Выбивать с противника. Но это очень сложно. Идет вперед просто Бруда. Начинает есть. Валерус кик. Кайз Бласт. Первую жизнь пытается быстро снять. Под фокусом остается Таск. Лучше есть Форест Тап. Отлично. Минус Брудмазер. Вот так вот легко и просто. Ой, ошибаются Вайпера. По-моему, Вайпер тоже проблемы. Есть Форест Тап. Клодом Брейсом сейвит. Минус Винтера Верни моментально. И шарту даже не использовать. Бруда байбэк делает. Боже мой, что происходит? Бруда уже здесь. Вайпер прямо сейчас возродится. БКБ. Шадоу Финн вплотную прям. Разрядился Вайпера. Очень поздний был репел. Вайпер лишается своей жизни уже после респауна. Бруда здесь. И Вайц просто проигрывает драку в салат. Хуже драку провести было, наверное, невозможно сейчас командой Вайц. Они это сделали. Они просто провалили все, что они забрали. Бруда зашла на рампу. Начала ломать рампу. А ее просто убили. И как бы все. На этом закончился весь пуш. А дальше просто дамеджа нету чем дамажить. Винтерверна не сделала ничего абсолютно. Вайпер погиб. Тоже ничего не смог. Бруда сделала байбэк. Вернулась. Боже мой. Вайпера байбэка нет. Как можно было так все отдать? Ну бездарно фактически. Такое преимущество они получили. 10 тысяч преимущества у них было. Две снесенные линии у противника. У тебя шард, аегис и сыр. В инвентаре у коргероев. Все великолепно. Все отдали. Для нави это, конечно, прям возможность игру перевернуть. И сейчас просто победить. Что, по миду? Попытается сломать сейчас тир 2. И прочекать байбэк на Разоре. Аппарат даже не пойдет. Он просто будет отбивать линию. Вот эту топовую, наверное. Просто будет раскидываться ультимейтами. Вот ультимейт пошел. На базу в чек. Стоит там микс. 30 секунд. 30 секунд до 6 вайпера. До его появления точнее. Пошел ультимейт под репелом. Здесь стоит брудмазер. Хочет подраться. Не знаю. Подкоп неудачный. Абсолютно. Но сцепить брудмазер тоже не получилось. Он убегает на свою возвышенность. На свою базу. И... Ну вайпер появится через 13 секунд. Надо собирать цветы. Не, наверное, отойти. Большой соблазн пойти выиграть прямо сейчас. Но... В абсолютно равных ситуациях находится сейчас кургероя. Хотя нет. Вру. Почему? Потому что у Шану Финда появился байбэк. Это очень важно. У Рейзера байбэк тоже есть. А у Бурды нет. А у Бурды нет. Ну вайпер там откатится через 45 секунд. Но... Именно то, что у Бурды. И его не будет. 5 минут. После того, как у вайпера появится. Это вот проблема. Но и от преимущества былого по экономике тоже ничего не остается. Полноценный камбэк с 13 тысяч. Это, по-моему, уже неоднократно в этой клепре происходило. Неоднократно. Там два раза, да, было 13-15 тысяч. Там 11-13 тысяч. Что-то из этой серии. Ну, в общем, там за десятку было. Два раза уже на авиаткомбэч шли. Поэтому, я думаю, спокойно могут эту игру забирать вверх. Ну, потрудиться еще придется, конечно. Все еще настаивают вайдс на том, что им нужно сломать нижнюю линию. Подпушивают ее бесконечно. Нави, конечно, отбиваются от верхней, от центрального коридора. Потому что там крипы посильнее идут. Это проблема. Шар-Атака остался. Шар-Атака остался. Надо было сразу блинковаться и ставить на кого-то первую. Валрусских просто убинать. Иди отсюда. Чего ты тут вышку убьешь? Проваливай. Где в интерверну стоит? Да. Все равно постоянно в какой-то... Даже даггер попросил. Просто он убил, там, убили уже секунд, наверное, 5-7. Она где-то непонятно где. Он кого-то поставил на какого-то суппорта, чтобы он повкусили. Чего еще, по-моему, хп потратили. И снова он пошел вперед. Она очень боится. Массакра пробивает. Шадо-Финт очень плотных. Даже Форстап приходится подсвечивать. Тут же Колд Эмбрэйс, конечно. Запас здоровья восстановится моментально. Ну и можно повторять вот так вот по парочке ударов. И Тер-Трикдушка рано или поздно падет. Таска поймали тем временем. Тут же Форстап. Форстап оказывается под фокусом Вайпер. Неприятно. Конечно, Лотус Орбе есть. Колд Эмбрэйс. Колд Эмбрэйс действительно помогает. Неприятный Герой Финт, наверное, просто неприятнейший персонаж. Это состояние может очень долго здесь происходить. Они ждут, пока с мида и сверху крипы потянутся. Подпушат. Они могут стоять до бесконечности, а тебе просто начнут падать Тер-4. Вот что проблема. И тебе, когда будешь стягиваться твой кор, вот этот, который стоит сейчас, отбивает крипов, будет стягиваться над пуш-линией, потому что, понятное дело, он отпушивает это быстрее всего, то тебе будет заходить просто, видя это, ломать Ставр. Поэтому, вот, Рейзер уже мидл отпушил, но поверху сейчас очень большая пачка придет, там придет 6 промежевых крипов, их надо будет тоже, пожалуй, отпушить. Вот, видишь, Рейзер рушил, и сразу на рампу пошли. Вот такие мини-заходы мы видим. Ой, 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 а вот это было интересно. Валрос Панч на Вайпер. А где же у меня это? А у меня это далековато, но есть форстаф. Ладно, засейвили. Тут же Айс Блаз залетает, не попадает по них сосать. Но Виттер Верна, Виттер Скёрз. Подловило, теперь еще раз. Еще раз повторить, повторить, закрепить успех под коп. Нет, повторить не получилось. Почему не получилось? А что ты не второй, ты не поразил? Я не знаю. Они могли сделать фраг, они могли убить СФа. Прямо сейчас. Они могли байбэк выбить. Валрос Панч, пошел. Валрос Кик дальше. СФ на базе. Нулифайр. Таск, 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 Таск. Форстаф не спасает. Что-то Финду нужно отбивать центр и вверх. Таск делает байбэк. Полным составом остается команда байк. Тир-4 падает. Там 6, 6 эдалонов. 8 эдалонов. Таур сейчас упадет просто. Срочно нужно отбивать. Аппарата здесь нет. Аппарат нужно из бас просто кинуться. Больше от него особой помощи и не будет. Ну, в принципе, да. Вайпер. Аппарат. Стоп. И вот на Айс Бласт полетел. Айс Бласт может быть зацепит кого-то. Да, отцепляет он на Вайпера. Тут же Валрос Кик. До свидания, Вайпер. Это был Валрос Панч, кстати говоря. Валрос Кик может еще последовать через 6 секунд. И отбиваются. Отбиваются, наверное. Отбиваются. Очень хотят сломать эту сторону. Очень. У нас, ребята. 8,6 секунд. Будут стоять дальше ждать здесь. Я так понимаю, что следующий Рошан. Вот что нужно ждать. Что по следующему Рошану? 53 секунды. Ты его только узнаешь. Опять же, в более удобной позиции находится Вайт. Все равно. Нави просто чисто физически не могут выйти из своей базы. Крипы давят. Крипы душат. Крипы душат. Вот только ошибок не допускать. Не проваливать драки. Не убивать так Вайпера своего. Не отдавать. Потому что Вайпер погиб сейчас просто на ровном месте. Получилось Бласт. Валрос Панч. И умер. Так не должно быть. Он погиб не в драке. Сейчас Бруду могут поймать. Опа, Умни Найт. Так, так, так. Там есть Монто Стайл внезапное. Внезапное Монто Стайл, это Умни Найт. Окей. Сайленсон себя сбрасывает. Неплохие Айшар. Кстати говоря, перекрыли проход. У меня тут разворачивается Га и Шива. Но тут под Айс Бласт попадает он. Винтерстерс. Такой сейв. Вещит. Тут же пошел река Мофф Солос. Полпадкоп от Никса весьма неплохой. Бруда вцепляется в Шаду Финда. Мажет своим Баллера с киком. Однако под фокусом теперь остается Винтер Верна. Шаду Финда хорошему успеть и достает. А Винтер Верна смог ее убить. Массакром нужно отступать. Отступает также мы видим и Сторох. Да, ушел на блинке. Не смог подцепить его. Мы видим здесь Роджер. Ну, его такой опасный. Еще не могут. Просто все крепы находятся у их базы. Надо возвращаться. Потому что тир-4 будут гореть. У Дорошана остается минута 17. Понятное дело, Винтер Верна появится примерно к этому времени. И будет в полном составе Вайц. Каким-то образом нужно отпушить сейчас линии Нави и пойти подраться на Рош Питер. Хорошо подраться. Это чуть ли не единственный шанс. Хотя, опять же, мы знаем историю этого матча. И даже если противник получает все, что он хочет с Ташана, то это не факт, что он сможет подбить. А Игис, Сыр и Шард это не залог победы для Вайц. Так, какая-то локальная встреча здесь. Где будет Найт Сталкер. Снова Никс. Гемы, гемы, гемы. Одного, второго. Вот, конечно, друг друга поймать, как-то убить, невероятно сложно. Изолятор, вот Таска, вот Свалрос Панчи, конечно, очень много дэмэджа наносит. Удары болезненные. Сейчас какой-то еще артефакт на дэмэджа собирал. Вот он еще будет круче наносить. Потому что, ну, он уже на этой стадии игры... Смотри, просто у него 134 плюс 74. Ему что-то боевое нужно. Да, чуть ли не, не знаю, Тараску собрать, да, чтобы он более выживаемый был. И Тараску очень, ну, неплохо дэмэджи так даст. И он будет нормально дамажить уже. С Na'Vi пушит пошли. Что это такое? Это Смок? Интересно. Забавно. Знает об этом Вайц. Опа, по-моему, Вайпер дистиллял сейчас. Вайпер ТП, сноупол, Вайпер ошибается. Как же ошибается этот Вайпер. Уже не в первый раз и нет возможности его спасти. БКБ прожал. Но он с байбэком. Ну, байбэк-то есть, конечно. Но что ж так его отдавать, этот байбэк на ровном месте? Предверие появления Рошана. А, Рошан есть. Рошан есть, Рошан появился. И Na'Vi на него пойдут. Они пока не знают, что Рошан появился. Если придут, его зачекают. Ну, чекать надо уже по таймингу. После восьмой минуты чекать точно нужно. Вдруг Рошан есть. Особенно, когда ты сделал килл на фражеском мидере. Проверили. Есть. Хейт забирает. Есть инфа. И что? Ну да, видимо будет байбэк. Потому что идут вперед сейчас Вайц. Они хотят драться с этого Рошана. Давать Рошана ни в коем случае нельзя. Они так понимают. Вот он, Шадоуфин. Вот он, Шадоуфин. Подкоп. Шива. Туда же. Есть форстаф. СФ прожимать. БКБ и бежать. Как Тайз Бласт помочь. Да, есть форстаф. Отлично. Уходит также Таск. И вроде бы СФа здесь спасли. Но СФ потратил Блокимбар. У него нет ни маны, ни хп. Нави отступают. Зажимают. И просто давит сейчас Вайц. Доступ к Рошану открыт. Прочекает сейчас и Никс. Бруда может быстро достаточно его съесть от Рошана. Но без Вайпера не пойдут. Они не хотят, что Вайпер байбэкался. Из-за этого им нужно отойти. Потому что Нави тоже прекрасно понимает, что могут пойти у нас Вайцы на Рошана. Ну проверяйте эти дела сейчас Роджер. Просто гонит противника. Теперь 4 Вашка. Вышка тем временем у нас падает. И остается у меня 21 здоровье. Момент проморкать нельзя. Пойдет одна вышка, упадет другая. Ага, СФ вторая тревела. На Кристаллайса. В Рошпит. Здесь Никс внезапно получает Саленс. Винтерскерс никуда уходит. Просто в Линкен сферу. Ошибается сейчас Винтер Виверна. Большие проблемы у Никс. Никс погибает. Подайс Бласт. Винтер Виверн тоже падет. И Бруде тоже достается. А от Бластом коснулась. Можно в принципе пытаться Бруду поймать. Бруда здесь БКБ прожимает. И бежать, бежать, бежать. Представляться нельзя. Ни в коем случае уходит. Но похоже Рошан отдадут. Рошан да. Рошан умирает. Вайперток появляется. У них, кстати, есть Байбек. Без Винтер Виверна драться дураку не выиграешь. Поэтому неприятно. Теперь Na'Vi будут с Иром, Аегисом и с Шардом. Посмотрим, как они реализуют это. Большое достаточно преимущество, которое получает прямо сейчас. Кому что досталось, давайте смотреть. Рейзер получает Аегис. Шадуфинт не получает ничего с этого Рошана. Два гема получает. А у него и так шесть слотов. Ему просто некуда класть даже. И у него все слоты, они юзабельны. Они ему нужны. Каждый слот. МКБ нужный, Баттерфляй нужен. Потому что там МКБшика вообще нету на самом деле у противника. Поэтому он с этим Баттерфляйм все очень хорошо чувствует. МКБшку нужно пробивать. Вот там бабочка была же, по-моему, нет. Бруде, кажется. Бабочка нет. МКБшка он не дается Бруде бабочку собрать. Вот. Плюс миссы там по Рейденсу тоже хорошо заходит от МКБшка. В общем, у него все. Все, все, что нужно. Где-то, может быть, правда, Шард, конечно, как-то переложить, чтобы БКБ второй раз активировать. Я не знаю. А он Шард положит. Потом, как Аегис у него упадет, он переложит туда Шард. Потом как раз выйдет, связает Шард, завязает БКБ. Есть лоту Сорт в те временем у Апаришина. Так, ну, теперь уже кукнулся поджимать сами нами. Нули фаеров в игре. Сейчас посмотрим, Драку, может, сюда попадет. Пока я три насчитал. Три. Два у Нави, один у Бруды, у Сталкера и у Рейзера, да? Так, подцепитель SF, NSF быстрый. Даркнесс. Нави над линией отпушить. Пока они линии не отпушили, они не могут сами идти. Потому что драка может быть длинной. Из-за того, что они будут драться на базе противника. У всех почти есть байбеки. Из-за этого могут не отпустить Нави вообще с базой. И крипы добьют. Это опасно. SF на тревелах пришел на Рейзера. Тут же Таск-Таск отказывается по фокусам. Ну и что, Сноубол и это дайбол? Но он не уйдет сейчас. Да, это просто погибель. Без байбека. Стоит 130 секунд. О, как это получилось вообще? Что, написать в чате, в общем, 130 секунд без байбека? Найс и фа. Но у него 35 секунд, так что он будет. У него есть деньги. Он успеет появиться. Найс-Талкер смог уйти. Ну да, то есть они подумали, что он Найт как-то ошибся. Пробежал мимо Рейзера, что он здесь один. Попытались быстро напасть. Но нет, там команда, конечно, Вайдс была в полном составе. Байпер по ДД. Здесь сейчас пойдут. Будет попытка ломать. Вдруг реально нет байбек. Чек будет. Ну 15 секунд нужно потерпеть. Нави они потерпят, конечно. Тут, смотрите, чем занимается Найт-Талкер. Он просто своими иллюзиями уводит пачку хрипов по центру. На этот Тауэр пойдет точно. Есть глиф. Нет, глифа нет. Вру. Вот сейчас они активировали. Теперь уже нет. Теперь нет. Манта Стайл. Окей. Съели. Тут же байбек пошел. Найс-Бласт на Брудмазер. Брудмазер. Тычки последние. Колден Брейса пока сейвит. Рейзер просто идет вперед. Га. И терение Митроскерс на Шадуфинда. Рейзер остается под фокусом. Очень много дэмэджа по нему заходит. Но вроде пока перетерпел все это дело. Вайпер. Манта Стайл. Рейзер страдает. Рейзер потерял свой Эггис. Бьют Вайпера. Есть Колден Брейс. Очередной Колден Брейс для сейва. Валерас Панч. Все это по Омни Найт. Омни Найт стоит рядом с своими тиммейтами. Какие-то хилы постоянно. Какие-то сейвы дает. Вайпер увозит. Вайпер на Форстафе на пике. Вайпер все-таки подловили и смогли убить у него. Есть байбек. Что дальше? Колден Брейс на Никс Ассасина. Всех сейвит Омни Найт. Старается, во всяком случае. Но подцепили его теперь. Ребята из Вайз потеряют байбеки. Очень много байбеков потеряют. Нужно будет вкупаться. Тут Тир-4 сейчас четно сгорит. Аппарат попытается крипт на себя вывести. Вот так вот даже Айс Бласт нужно тратить. Просто что-то спасти. Что долгие драки, они критичные для твоих Тир-4 товаров. Омник уже байбекается. Дэнди с травелами со вторыми прилетит в любой момент на... Ну, на мидл он точно будет лететь. Кто-то остался у нас в миде травела. Видите, нет травелов. И у аппарата, соответственно, тоже нет травелов. Он будет ультимейтам только помогать. Неужели нави смогут это выиграть? Это просто жесть какая-то. Но они сейчас будут давить. Они сейчас будут разводить на байбек. Развести на байбек и отойти, наверное. Вот такой план будет. Или все-таки подраться даже после байбека. А вот тут не ошибается ли он не Умни Найт. Так-так-так-так-так. Его величество Умни Найт. Далеко, похоже, вышел. Но есть форстафы. Снова эти форстафы сейвят. Тут же СФ на кристаллайзе ТП. Рейзер заходит просто по нижней линии. Там бараки голые. Антибуктор отключен. Просто пробить бараки и уйти вас. На эти бараки не надо выкупаться. Плевать на эту сторону. Тебе 15 фонт. Хотя бы снизу будет попроще Нави. Хотя бы снизу. Сниз все. В твою сторону будет давить. На низ можно не обращать уже внимания. У Нави-то здесь бараки стоят. Да, все верно. Поэтому нижняя линия будет продавливаться уже в сторону Вайт. Теперь бы то же самое сделать с центром и с верхней линией. Ну или хотя бы одной из них. Неужели будем ждать сюда пушить топ? Неужели мы дождемся еще одного Рошана в этой игре? 70-ая минута, друзья. Где в первом матче, казалось бы, в первой карте... Где ваши аплодисменты. Да, где... Казалось бы, казалось бы, должно было быть легкие 2-0. И дальше перемещаться на следующий матч. На матч Империи. Но нет. Вайтс в этой игре держится. Прямо вцепились зубами. И не хотят давать эту карту. Хотят еще в этой серии подраться с Нави. Получают у них довольно неплохо. Но посмотрим, хватит ли зеленых довести эту игру до ума. До победы. Нави, конечно же, хотят 2-0. Это очевидно, это понятно. Ну что, 40 выходит слишком далеко вперед пока. Команда за ним. Не хватает здесь Omni Knight. Omni Knight и есть 2-ый travel-up. Поэтому моментально сможет прийти. Так же, как и Shadow. Shadowfilt. А вот уже здесь. О, внезапно. Вот так вот запрыгнули. Тут же ТП. Точнее, blink-out. Blink-out с Тором. Среагировали здорово. Нули и fire надо было. Нули fire. И тогда blink-B не работал. Так, я заметил там рефрешер. У кого это он появился? О, мне нравится. А вот Агонимы нету. Стоит рефрешер. Рефрешер это сильно. Рефрешер это 2 га в потенциале. 2 шивы дать. Сейвить можно будет своих тиммейтов. Но мне нравится, конечно, большой объем работы выполнять в раках. Сейчас это было видно. Постоянные сейвы. Как и Винтер и Верна в том числе. Да, вот Golden Brace на лоу хп сейчас тоже очень сильно решает. Подавливают низ тем временем вайт. В то время как в центре им Кристаллайз уже сносит активно Тир-3. Нужно возвращаться на Ви и к баракам не пускать противника. Опа, Умни Найт поднялся. Здорово Умни Найт. Но есть, конечно же, Винтерскерс, который пока сейвит. Шадоу Финт, конечно, дэмэджа не получает. А так и подкоп! Шикарный подкоп! Боже мой! Таска и Шадоу Финт убила моментально. Таска байбека нет. Не забываем, что Шадоу Финт байбекнулся уже. Кристаллайз потратил БКБшку. Пытается отбиваться от противника. СФ уже здесь. И... Ну что, довольны ли вайт с тем, что получилось? Отойдут ли или будут давить дальше? Бараки манят. Там нет байбек. СФ-а подцепили! Тут же форстаф! СФ! СФ! Блокинг-бар! Есть! Есть Блокинг-бар. Там был нулифайр, но он кончился. Никс срывается. Надо, надо и надо дофокусить этого СФ-а. Снова колтем прейс. Не накинулись на него и не били. Ломает бараки. Га, пошло. Да СФ-а убейте! Вот стоит один халява просто без байбека. Мега-крипы. Мега-крипы в сторону Нави. Там Никс подставился под пракостой. Пласт неплохой. Лишает жизни еще и брутмазер. Есть байбек. Не забываем. Рейзер здесь. Погоню за Вайпером. Вайпер должен быть какая-то пика. Да, на хайграунд. Отлично. Вайпер верно, правда, погибла. Вайперу нельзя разворачиваться и дураться. Нет в этом никакого смысла. Вы, конечно, в МСУ не на это. Правда, Никс уже тут как тут. Никс в Найт-талкера. Найт-талкер. Мансит. Не подставится под подкоп. Тут же байбек от брутмазер. Приходит от тарактора в лак на Вайпера. Кристаллайз. Блокинг-барт катился. Есть пика. Также уходит. Нужно Нави еще раз подраться. Убить брутмазер. Там можно идти сразу же в трон противнику. Но... Нет, отойдут. Отойдут, конечно же. Сейчас Вайтс. У них шикарная ситуация. Были клики на Рошана. Я увидел. И они понимают. Сейчас против меня крипов. Нави ничего не смогут сделать. СФ бегает. СФ просто бегает. Он контролирует переходы противника. И надо, наверное, убить. Постараться это сделать в любом случае. Бьет в те времена брутмазер. Он Найт рядом. Есть Шива. К себе на пригорок. СФ идет дальше. Они бегают здесь без Инжи Топорейшн. Но Айс Бласт, если что, будет, конечно же. Закинут. Точку драки. Ну и два кор-героя гнали, гнали. Но станов никаких нет. И в итоге не догнали никого. Надо уходить на базу. Там их ждут мега-крипы. А Баттерфляя кто будет прожимать в Денде? Чтобы бегать быстрее? Чтобы бегать быстрее. Им Йолнир уже покупается. Но правда покупается вайпером. Я подобных артефактов сейчас от Нави жду. От СФ какого-нибудь. Как-то с мега-крипами-то нужно справляться. Герои, прямо скажем, не такие, которые хорошо дерутся. Мега-крипов. Шотов-финт, конечно, так вот по одному их очень быстро убивает. Но вот что по области, такого нет. Герокоптер вы здесь, конечно, используете. И Рошан очередной. Хочу, чтобы еще что-то выпадало. Знаешь, вот у... В Доте шесть слотов. И вот какой-то Рошану с каждым новым Рошаном у него слот прибавлялся. Аегис, Сир, Рефрешер, Шард и там еще что-то. Например, давай сразу сходу. Криты на миллиард. И шестой слот это падает трон на противник. Потому что до шестого Рошана не хватит играть в Доту. Не надо. Ну так-то 74 минуты. Зато какой... Какой матч мы смотрим. Просто фантастика. Ну и теперь уже беспроблемно Вайтс должны забирать этого Рошана. И Сир, аегис, Шард останется. И... Найдут туда Нави. Бегут туда Нави на всех парах. Они слоткнулись с Иллюзией, встретились от Никса. Все прекрасно знают. Вайтс... Ну, кстати, Рошана не бьют очень долго, заметьте. Прямо неприлично долго. Бруда периодически, мы видим, побаивается и уходит. Положить бы Вортекс. Сейчас бы положить Вортекс. Его добить бы кому-нибудь. Так, ну здесь уже Нави. Подкопали кристаллайзер. Фокуса не будет там Форстав. Отжимают пока территорию Нави. Здесь же находится Вайтс. Но, ребят, база горит. Нави драться нужно прямо сейчас. Иначе вы просто потеряете трон. Драка начинается. В Никса тут же, конечно же, используется Колд Эмбрейс. Айз Бласт неудачный, потому что там Форстав. Таск оказывается снова под фокусом. Там у него нет байбэка, он погибает. Пытает вступить Нави, но, конечно же, их достаются. Минтер с Кёрсом, кристаллайз с БКБ и драться. Тут же пошло ГА, Шадоу Финн или Фаер. Ничего не сделать. Это ГГ. Это должно быть ГГ. Погибает Рейзер. Он с байбэком, конечно, но сопротивление бесполезно. 1-1. Браво, Вайтс. Нави! 75 минут мучений. И Нави все-таки проигрывает эту встречу. С самого начала, да, конечно, их начали давить. Ребята из Вайтс. Конечно, Нави подсобрались где-то в середине игры. Дали камбэк. Неоднократно дали камбэк. Но все равно такое преимущество, которое наиграли у нас с Вайтс в начале. Поэтому преимущество все-таки нельзя проигрывать. Ну, по идее, должны были, конечно, Вайтс. И вот в первой карте у них все хорошо, мы помним, было 6-1. Потом они подрастерялись и проиграли карту очень быстро. Но вот здесь смогли в один момент взять себя в руки и хороших драки продемонстрировать нам. Были и фейлы. Причем фейлы, понятное дело, были с обеих сторон. Вайпер очень много ошибался и отдавался. Да, то есть неприличное количество смертей. 12. Но это все не помешало команде Вайтс сравнять счет в этой серии. А вот тебе, Андришка. А вот тебе и Массакер Дота. Массакер Дота, слушайте, что происходит, а. И какие-то Вайтс с Опен Квал сейчас могут не пустить Нави на минор. Не пустить пока даже в полуфинал квалификации. Третья решающая карта, друзья, она расставит все по своим местам. Мы, конечно, очень сильно отклоняемся сейчас от расписания, но ничего не поделать. Матч такой животрепещущий. И будем смотреть за его продолжением.